Александр Савченко с нами на связи, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист Александр Владимирович. Здравствуйте, рада вам в эфире Фриден. Здравствуйте. Здравствуйте. Вернемся к этим частным случаям. Еще раз напомню, двое бизнесменов из Германии предстанут перед высшим региональным судом Штутгарта за то, что помогали государству-террористу получать компоненты для беспилотников. Ранее просто мы с вами обсуждали тему, как именно украинские партнеры могут пресечь деятельность этих особо отличившихся людей, собственно. Как вы видите, как могут в принципе таких людей находить? Имеются ли у западных партнеров Украины такие инструменты для выявления иногда прокладок, иногда вот таких вот, таких людей из Германии? Как этот процесс происходит? И главное, как это влияет на российские возможности? Ну, смотрите, есть много каналов, по которым можно идентифицировать людей, которые помогают обходить санкции. Мы с вами говорили, да, что еще месяц назад ЕС выдал директиву, который разрешил, это директива прямого действия, арестовывать от года до пяти лет или накладывать большие штрафы на таких лиц. Более того, он рекомендовал на уровне национальных законодательств ужесточить наказание. И многие страны будут это делать, я уверен, Польша, Балтийские наши друзья. Три канала я вижу. Первый, ну, наиболее близкий мне, это банковский канал. Банки, когда они открывают счет или осуществляют какую-то операцию торговую, трансфер денег, они должны очень четко понимать, что они делают. Они проводят due diligence, такое слово английское странное, да, изучение этой операции, изучение этого клиента. И если они нашли эту операцию подозрительной, информируют в специальный орган, как правило, это при Минфине или при Центральном банке. А они взаимодействие с полицией начинают проводить, могут начать проводить расследование. То есть, вот это первый канал через банки, через их рутинные процедуры. Второй канал – это спецслужбы той или иной страны. Они по определению должны 24 часа в сутки искать такие каналы, искать фирмы-нарушителей, искать людей, которые проводят незаконные. Это уже противозаконные криминальные операции на территории ЕС, а на территории Штатов это уже давно криминальные операции. Почему? Потому что там действует экстерриториальное право. То есть, если, допустим, кто-то нарушает санкцию Минфина или любого другого органа, его могут преследовать в том числе и криминально, как на территории Штатов, так и за ее пределами. Если за пределами, как правило, этим занимаются спецслужбы. Вот это второй канал, да, то есть первый – банковский, второй канал – это спецслужбы. Ну и третий канал – это полиция. Это полиция, которая должна следить за общественным порядком. Ну, в ее распоряжении огромные файлы данных, видеокамеры. Если она видит какие-то специфические действия, ну, допустим, какой-то гражданин скупает беспилотники или грузит в багажник беспилотники, или провозит какие-то подозрительные товары, оружие, это тоже может стать поводом для того, чтобы задержать, а потом, если найдут улики, и арестовать того или иного лица, которые способствуют ослаблению санкций или обходу. Кроме того, под подозрением налоговых служб должны быть все компании, которые производят подсанкционную продукцию. Таких компаний много в Европе. Это компании и по микроэлектронике, и по станкостроению. Ну, очень много. Особенно в Германии таких много. Они должны тоже быть, по сути, под наблюдением разных специальных органов. Потому что начало цепочки зарождения обхода санкций именно на этих предприятиях происходит. Вы помните, я в вашем канале давал вот такую рекомендацию, что можно сделать. Выявить наиболее, знаете, такие важные для российской военной промышленности компоненты. И взять и выкупить их у западных компаний на год вперед. Просто выкупить все. Чтобы они уже искали, не кому продать, а как сделать на следующий год. А потом и на следующий год выкупить. И самим уже распределять эту продукцию. И поверьте, полмиллиарда долларов хватило бы, чтобы 90% запрещенного экспорта из Европы в Рашу перекрыть. То есть небольшие деньги. И вот, кстати, уже 18 мая вступит в силу директива ЕС о криминализации обхода санкций. Теперь уже в ЕС. Закон был принят Советом Европейского Союза 12 апреля. Им устанавливаются минимальные правила наказания за нарушение или обход ограничений Евросоюза в государствах-членах. Согласно документу, определенные действия будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах ЕС. Это, в частности, помощь в обходе запрета на въезд, торговля под санкционными товарами, осуществление запрещенной финансовой деятельности и подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также могут подлежать наказанию. Как тут видите, насколько уменьшится желающих сотрудничать с Российской Федерацией. Я вижу... Ударит, скажем так, по России. Очень сильно ударит, очень сильно, потому что персональный страх... Александр Владимирович, добавим только что, у нас минутка буквально. Да, персональный страх — это очень важная компонента, которая будет удерживать, ну, я уверен, 90% предпринимателей, чиновников. Но, понимаете, остается еще одна когорта. Это граждане Евросоюза, у которых есть и расистские паспорта. Вот они должны быть объектом повышенного внимания. Они не будут бояться. Среди этих граждан, ну, где-то половина — это разведчики, да, это агентура. И они будут прикрываться паспортами Евросоюза. Они даже занимают какие-то должности. Ну, вот особое внимание на них должно быть обращено. Вот это наша еще одна рекомендация. А так, Евросоюз усиленно движется в правильном направлении. Вот что я могу сказать в заключении. Александр Владимирович, вам спасибо огромное за участие в эфире «Фридом». Спасибо за ваши разъяснения. Всегда вам тут рады. Я напомню, что Александр Савченко был с нами на связи, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова